Термин «пещерные города» довольно условен. Те памятники, о которых у нас сегодня пойдет речь, пещерными являются только отчасти. И дело в том, что пещеры — это, пожалуй, самые бросающиеся в глаза в них. Большая часть этих памятников разрушена, стен нет, башен нет, поэтому первые путешественники и первые исследователи видели преимущественно пещеры. Отсюда и возник такой феномен пещерных городов. На самом деле мы сразу должны сказать, что в этих пещерах практически никто не жил. Это были либо хозяйственные пещеры, либо оборонительные сооружения, либо намного реже это были какие-то церковные комплексы. И только в небольшом количестве такого рода памятников, а именно в пещерных монастырях действительно жили люди. Но это были монахи, аскеты, подвижники, поэтому зачастую такого рода монастыри занимают даже самый неудобный северный склон к городище, который непригоден к хозяйственному использованию из-за отсутствия солнца, сырой, холодный, и монахи там как раз спасались. Поэтому еще раз повторю термин «условный», но устоявшийся в науке. Вторая условность этого термина — это слово «города», потому что вообще в большой науке идет спор медиевистов о том, что такое город, где пределы города, что является городом, что не городом. Применительно к горному Крыму, а речь у нас пойдет именно о горном Крыме, о пещерных городах горного Крыма, это условно вдвойне, потому что у нас почти нет никаких письменных источников об этих городах. Изредка у нас в надписях есть название, но что характерно, пожалуй, что ни в одном тексте ни один этот пещерный город не называется городом, а преимущественно называется крепостью. Поэтому можно рассматривать эти пещерные города как такую особую разновидность горской городской цивилизации. С другой стороны, некоторые другие черты города, такие как городское самосознание, репрезентация и так далее здесь присутствуют. Пещерные города стали известны путешественникам еще в семнадцатом-восемнадцатом веке, то есть тогда, когда жизнь на этих городищах теплилась. После ухода отсюда крупных политических центров здесь либо продолжало жить местное население, либо стояли турецкие гарнизоны, либо наоборот появилось новое население, которого прежде не было. Это, например, характерный пример этого караима, население, которое до этого вообще, так сказать, в пещерных городах не проживало, но заняло опустевшие города, в частности, чтобы заниматься, например, кожевиным промыслом, который был довольно вонючий и не очень приветствовался в других местах. Научное изучение пещерных городов начинается во второй половине XIX века прежде всего силами тех российских следователей, кто жил в самом Крыму. Здесь можно назвать имена Бертье де Лагарда, Скубетова и Скубетовича. Зачастую, как Скубетов, это были не профессионалы, а просто чертежники-энтузиасты, которыми своими ногами обходили крымские горы и отыскывали различные памятники, копировали, зарисовывали, чертили и так далее. Первые раскопки начинаются на рубеже XIX-XX века, но нельзя назвать их очень удачными. В частности, например, раскопки на крупнейшем и важнейшем пещерном городе Мангупе или, правильно, Мангуп-Кале, таково его татарское название, проводил Роман Христианович Лёпер, который проживал вообще в Севастополе, был обребенен большой семьёю и на Мангупе появлялся редко, поэтому в его проекте в публикациях часто можно увидеть, что место находки указано со слов надсмотрщика Моисеева. Однако надо сказать, что в это время темпы археологии были совершенно иными за счёт не такой чёткой фиксации и копали большими площадями. Поэтому во многом, что мы имеем раскопанные в Крыму, прежде всего в Херсонесе, но также в горном Крыму, сделаны именно за счёт масштабов начала века. После революции идёт, конечно, некоторый спад интереса к этой теме, но не окончательный. Работы в горном Крыму не прекращаются и даже активизируются ближе к концу 30-х годов. Правда, эта активизация имеет определённый политический подтекст. В это время происходит постоянно то дружба, то недружба Советского Союза с Германией, и поэтому интерес к германской и конкретней в Крыму готской теме то проявляется, то наоборот угасает. И таким лидером в этот момент является петербургский учёный Фёдор Иван Шмидт, сам немец, по происхождению, который устраивает так называемый готский проект, целую экспедицию. Причём в эту экспедицию были привлечены и американские коллеги из университета в Филадельфии, а потом появляются уже во времена оккупации немецкие учёные в этих горах и маниакально ищут год в первую очередь. К этой проблеме мы ещё вернёмся. Потом, естественно, всякий готский проект сворачивается. После этих активных раскопок конца 30-х годов наступает большой перерыв, но всё же из команды Шмидта вышли два человека, которые в дальнейшем сыграют очень важную роль в исследовании пещерного Крыма, пещерных городов Крыма. Это Евгений Владимирович Веймарн и Николай Иванович Репников. Два человека, которым принадлежит, может быть, честь начало научного изучения систематического пещерных городов. Условия были не самые лучшие на старых архивных фотографиях. Мы видим, что условия экспедиции были ужасно скромные. Например, есть замечательный кадр, где все учёные вместе с татарами и сопровождающими сидят в пещере и едят из одного большого таза ложками. Всё было не слишком хорошо организовано. Но в любом случае важнейшим моментом является организация в Бахчисарай музея пещерных городов, который сейчас называется Бахчисарайским музеем-заповедником. Именно там начинается постоянная научная работа уже на месте по изучению пещерных городов. Процесс изучения пещерных городов активируется в 50-е, особенно в 60-е годы. Появляются в том числе и экспедиции из, например, Сверловска, которые работают. Намного больший охват раскопок по городищам. И выявляются такие крупнейшие центры изучения. Это Мангубкале, многолетняя экспедиция Александра Ермича Герцена, симферопольского исследователя и работающая с ним Валерия Науменко, и экспедиция Александра Ильича Айбабина, которая связана со вторым важным центром Иске Кермена. Собственно говоря, третьему крупнейшему пещерному городу Инкерману повезло немножко меньше. Во-первых, он был мало раскопан именно в своей верхней части, где находится крепость. А что касается нижней части, там в XIX веке был устроен монастырь, который довольно сильно уничтожил остатки древних пещерных сооружений. Картина на данный момент следующая. Интерес к пещерным городам особенно повысился, пожалуй, что в 90-е годы, в связи с тем, что активно стали изучаться пещерные церкви. Если до этого преимущественно в советское время изучалась материальная культура, экономика, население, то в 90-е годы, начиная с книги Юрия Мироновича Могорячева «Посещенный пещерным», храм Крыма начинается такой ренессанс исследований церковной архитектуры. И тут надо отметить и имена Тимура Бобровского, который даже нашел новый храм, сломав себе ребро, неизвестный, с фресками, и некоторые другие имена. В том числе и я со своими коллегами Никитой Евгеньевичем Гайдуковым и отцом Михаилом Животовым предложили литургическую типологию крымских пещерных церквей, как датировать их по их литургическому устройству. Что на данный момент мы имеем? Мы имеем довольно обширную зону, которую занимает практически весь юго-западный Крым. Самое северное городище сейчас – это Баклан, самое южное – это Инкерман, прямо в начале Севастопольской бухты. Большая часть пещерных городов оказывается расположена по одной линии, которая может быть описана как линия входов в горные ущелья, ведущие внутрь крымских гор. Это древняя дорога из Херсонеса, ведущая в степь. Соответственно, поскольку основные, видимо, сельскохозяйственные угодья находились в горах, в том числе в долинах, их в Крыму 4, Качинская, Бельбекская, Альминская и Чернореченская, именно там сосредотачивалось основное население, а эти пещерные города и пещерные крепости нужны были для того, чтобы перекрывать входы в эти самые долины. В частности, например, около Мангупа были найдены остатки византийских стен. Собственно говоря, византийские стены есть и на самом Мангупе, они найдены и на Иске-Кермане, и на Тепе-Кермане. Но очень важно, что раскопками 80-х годов была обнаружена действительно стена, которая перекрывает вход в ущелье. Это так называемая клесура, то есть то, что запирает вход. Но поразительно, что все города стоят там. Единственный город, который меньше всего исследовано, который находится в глубине горы, это гора Бойко или Бойка, где было весьма значительное поселение. Но только от других оно отличалось вот чем. Большинство крымских пещерных городов находятся на плотах, на плоских вершинах так называемых останцов, гор с обрывом. То есть это, естественно, укрепленные крепости Мангуп из Кикермен. Либо на каких-то других поверхностях, но довольно хорошо защищенных. А вот поселение на Бойке очень сильно раскидано, но о его величине мы можем судить вот по какому параметру. Собственно говоря, у нас обычно нет какой-то четкой большой городской территории. Мы не знаем количество населения на данном памятнике, но мы можем судить о размере города по размеру его церкви. И вот три крупных базилики, три крупнейших храма в горном Крыму находятся где? На Мангупе, на Иске Кермении и на горе Бойко. Поэтому гора Бойко, где, к сожалению, раскопана была только половина храма Виктором Ильичем Мацон, это один из самых перспективных таких фрагментов для изучения. Второе очень важное перспективное – это самый южный пещерный город Инкерман, где в крепости еще можно много работать, но там соседствовало монастыря некоторые проблемы. И, наконец, третий перспективный пункт – это городище Бакла, самая северная из этих пещерных городов, где были спорадические раскопки, и они закончились, к сожалению, немножко печально, потому что была открыта, например, видна юстияновского времени стена, которую местные колхозники быстро разобрали на камень. К тому же в этом месте идут активные грабительские раскопки, там находится огромный готский могильник. И что важно сказать, какое было население этих самых пещерных городов, кто там жил? Там жило особое совершенно горно-крымское население, которое образовалось из потомков различных племен, которые подходили преимущественно с севера и степи. То есть было некое древнее население Тавры, потом приходят греки с юга, они эллинизируют это население, а потом начинают подтягиваться скифы, сарматы, аланы, готы. Вот приход готов, это, пожалуй, один из самых ключевых моментов, потому что мы знаем, что на готском языке, который в Европе как-то давно уже вымер, в Крыму говорили аж до 17 века, и даже есть записи этого. Здесь была епископия, она называлась готская, и это население, мы знаем, в 17 веке было двуязычно. Готская и грекоязычная, но уже в надписях с 13 века появляются активно тюркские имена, и явно, что тюркский язык сюда примешивается. Это и будет основой в дальнейшем крымско-татарского этноса, который полностью выкристаллизуется уже при Екатерине, когда перед войной с Турцией греческое и христианское население будут переселять в Мариуполь, а те, кто захотел остаться, будут записываться мусульманами и так станут крымскими татарами. Вот из этого и получается население. В церковном смысле мы не знаем, где находилась кафедра в позднее время на Мангупе. Мы знаем точно, что Мангуп назывался Феодору, но в 13 веке центром региона был видимый Скикермен. Что было в предыдущий этап и где находился именно знаменитый город Дорос, где местные жители против Хазар подняли восстание, где была епископия и так далее, мы, к сожалению, не знаем. И вообще с топонимикой у нас плохо, только надписи нам дают некоторые материалы. Честно говоря, мы знаем, что это государство в позднее время было разделено как минимум на некоторых 11 частей, 11 округов, но здесь загадок еще много. И вот сочетание различных методов эпиграфики, археологии, изучения письменных источников, топонимики, лингвистики и так далее откроют, наверное, максимальные перспективы в изучении этого в общем и целом еще довольно темного региона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА